МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер на канале Перин и Рыбака новости. В ближайшие 10 минут самая актуальная деловая информация. Меня зовут Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. Валюта дорожает, вклады растут. Россияне стали чаще открывать депозит в долларах и евро. Нас не угонят. Перим выбыло из лидеров по угону автомобилей. Все, что нажито честным трудом. Пенсионерка оставила завещание приюту для кошек. С января по июль 2015 года объем валютных вкладов россиян увеличился с 86 до 91 миллиарда долларов. Такие данные приводит Центробанк. Доллар начал новое восхождение примерно с середины мая 2015 года. И это не остановило тенденцию по валютным вкладам, в отличие от предыдущего падения рубля. Росли и ставки по валютным вкладам. И хотя они ниже рублевых, интерес к ним подогревается колебаниями курса и постоянным снижением депозитных ставок банками вслед за ключевой ставкой Центробанка. Весной-летом прошлого года объем валютных вкладов население достигал 94 миллиардов долларов. Но по мере разворачивания экономического кризиса этот показатель начал сокращаться. На 1 декабря 2014 года он был равен более 87 миллиардам долларов. На 1 января 2015 на миллиард меньше. Снижение объема валютных вкладов граждан продолжалось вплоть до февраля. При этом объем вкладов в рублях с ноября прошлого года по июль 2015 вырос с 13,8 триллионов до 14,8 триллионов рублей. В свою очередь эксперты склоняются к тому, что деньги все же надежнее хранить в рублях. Мне кажется, что если мы живем в стране, где основная валюта рубль, очевидно, что наши главные и излишние средства, и текущие расходы, они все равно будут осуществляться расходы в рублях, а средства, наверное, и желательно хранить в рублях. Потому что все наши обязательства в любом случае будут в рублях. Ставки по вкладам в рублях в декабре 2014 года доходили до 20-23% годовых, по валютным до 8-10%. Традиционно ставки по валютным вкладам более чем вдвое ниже, чем по рублевым. В результате объем валютных сбережений россиян в банках с декабря прошлого года вплоть до 1 февраля текущего снизился еще на 4%. Интерес россиян к валюте стал возвращаться весной 2015-го с учетом снижения ставок по вкладам в банках при сохранении волатильности на валютном рынке. Компания «Уралкалий» заключила договор на приобретение более 20 миллионов акций АО «Уралкалий Технология», выпущенных в рамках доп. эмиссии. Общая сумма сделки порядка 145 миллиардов рублей. В рамках сделки 11 августа «Уралкалий» осуществил первый платеж в размере около 90 миллиардов 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании. Полученные средства были направлены на погашение задолженностей «Уралкалий Технологии» перед «Уралкалием». Этот долг образовался в результате выкупа 12,6% акций производителей калия и его дочки в 2012-2014 годах. Оставшиеся акции будут оплачены до 25 августа. Денежные средства будут направлены на приобретение ГДР-компании у «УНТПРО Сервисес ЛТД», в результате чего на акционерном обществе «Уралкалий Технология» будет консолидированный квазиказначейский пакет акций и ГДР в размере 24,2% уставного капитала ПАО «Уралкалий», указывает компания. В 2015 году частота угонов автомобилей в городах России снизилась, при этом поменялись лидеры рейтинга, сообщает исследовательское агентство компании «Альфа-Страхование». Согласно их данным, в Перми похитители автомобилей стали менее активными. В текущем году рейтинг возглавили Владивосток, Москва и Хабаровск. Годом ранее лидировали Нижний Вартовск и Хабаровск, а Пермь и Самара разделили третье место в рейтинге. Критерием стало отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных автомобилей данной марки. И этот показатель, на взгляд исследователей, отражает реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства. Отметим также, что в первую десятку городов, жителям которых стоит внимательнее смотреть за своими машинами, вошли Санкт-Петербург, Новосибирск и Красноярск. На седьмом месте рейтинга – Челябинск. Замыкает десятку лидеров по частоте автовугонов – Липецк, Ставрополь и Новгород. Правила приватизации государственного имущества Пермского края изменятся. Депутаты Краевого парламента на заседании профильного комитета внесли в законопроект новые положения. В ходе заседания было рассмотрено 13 поправок, которые направлены на приведение местного законодательства в соответствии с принятым федеральным законом о приватизации государственного и муниципального имущества. Одной из поправок стало новое положение о введении отчета о результатах приватизации краевого имущества за прошедший год, который подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет, одновременно с представлением в законодательное собрание Пермского края. По результатам заседания рабочей группы ее члены отметили, что прогнозный план приватизации станет более открытым и информативным, поскольку в дальнейшем будет содержать полный перечень открытых акционерных обществ, выставные капиталы которых в качестве вклада вносится краевое имущество. Для чего это меняется? Во-первых, изменился федеральный закон, и мы должны его учесть. Во-вторых, если вы помните, мы не так давно приняли план по ГЧП государственного частного партнерства. И если у нас раньше формы были такие, что государственная собственность стопроцентная, то теперь с принятием государственного частного партнерства это не обязательно стопроцентно. Практически это снятие административных барьеров, которые могут возникнуть в будущем. Жители американского города Коламбус Джексон первым в мире в своем завещании указал выстроить общежитие для кошек с удобными спальнями, столовой и библиотекой. Его примеру стали следовать и другие, но в основном жители Запада. И вот в Перми на днях зафиксировали первый подобный случай. На Западе подобные последние воли и оставленные питомцам огромные суммы и недвижимость ни у кого не вызывают вопросов. К примеру, три года назад пожилая итальянка завещала любимой собаке имущество на сумму более 2 миллиона евро. В таких случаях обязательно назначается исполнитель воли, который получает право доступа ко всем материальным ценностям. В нашем городе на днях был зарегистрирован случай, когда одинокая пенсионерка перед смертью завещала 10 тысяч рублей приюта для кошек. В деятельности приюта такого случая в практике еще не было. Она откладывала, видимо, по неногу, потому что следствия были переданы небольшими купюрами и 100 рублей 50 рублей. То есть она, видимо, откладывала по своей пенсии целенаправленно, полагая, что после ее смерти бездомным животным будет какое-то подспорье. Россия входит в число стран, где напрямую завещать наследство животному не получится, так как, согласно законодательству, оставить наследство можно только физическим или юридическим лицам. Завещатель вправе завещать свое имущество любым лицам, физическим или юридическим. Об этом нам говорит статья Гражданского кодекса 1119. Свобода завещания ограничивается правилами обязательной доли в наследстве. То есть есть наследники обязательной доли, которых нельзя лишить наследства. По словам нотариуса Ирины Шустовой, на практике с таким видом завещания она еще не сталкивалась. И это просто невозможно при нашем законодательстве. Не вспомнили подобных случаев и в нотариальной палате. Согласно имеющимся Гражданскому кодексу, таким образом, ценности по завещанию можно оставлять приютам, клиникам, обществам, которые будут отвечать за жизнь и здоровье животного. Это не противоречит закону. Наталья Попова, Евгений Гилев, Пермь, НРБК. Интернет-зависимость подрывает иммунитет человека. Люди, зависящие от сети, на 30% чаще болеют простудой или гриппом, утверждают ученые из университетов Суонси и Милана. Кроме того, интернет-зависимые отличаются повышенной тревожностью и испытывают гораздо больший стресс, когда, например, не могут выйти в сеть. Также фанаты интернета реже общаются вживую с другими людьми, а значит, ограждают себя от воздействия микробов. Они также страдают от нехватки сна, гораздо больше курят и употребляют алкоголь, и не занимаются спортом. Все это, естественно, подрывает сердечную деятельность, приводит к инфарктам и инсультам. В ходе исследования ученые просели фокусную группу, состоящую из 500 человек, возрастом от 18 лет. В этой группе не менее 40% страдали средней или тяжелой интернет-зависимостью. Отменяю, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в России больше всего людей с интернет-зависимостью среди молодежи. 53% россиян в возрасте от 18 до 24 лет признались, что интернет отнимает у них много времени. 44% из них заявили, что много времени тратят на социальные сети, а 39% молодежи указали на излишнее количество времени, которое они тратят на мобильные телефоны или смартфоны. И это была вся информация на сегодня. С вами был Максим Самаров. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова